здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале зовут меня светлана и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о декантерах для вина но слово декантеры я думаю что слышала большинство и наверное большинство это ассоциируется с чем-то очень дорогим потому что действительно многие декантеры стоят каких-то нереальных невероятных денег ну и в общем то как бы считается признаком чего-то вот очень такого какой-то роскоши но вообще нужен ли он на самом деле летом на уровне каких-то там понтов например на что с этим всем происходит ну и вообще для чего давайте начнем по порядку вообще декантер слова чего слово декантировать означает снимать сосадка то есть когда у нас какое-то вино долго простояла в бутылке давно хранилось с какими-то там невероятными выдержками то на дне образуется осадок кстати у таких не часто бывает вот это вот очень выпуклая штучка внизу чтобы там этот осадок правильно осаждался но и меньше попадал в бокал и такие вина их при переливе в декантер то есть декантировать и ну грубо говоря снимается осадка потому что понятно что где-то там в ресторанах в пильных барах и прочее на приемах никто же не будет переливать дома так переливать также как мы через трубочку да это логично поэтому декантор с одной стороны это снятие избавление вот от этого осадка второе но тоже все мы знаем что вину надо подышать и вино может менять свой вкус при соприкосновении с воздухом и вот здесь как раз таки может быть такое большое заблуждение в том что молодые вина более молодые дамы не берем вот самое 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 которое там бажали ну вот только от бродила еще может бродить и его употребляет хотя и это тоже но вообще молодые вина они больше нуждаются в кислороде чем старые и вот если мы покупаем там вино урожая какого-то там года 10 лет назад то наливать в широкий декантер и давать ему подышать но это собственно не так уж и хорошо как все думают то есть чем моложе вино тем ему больше надо вот эта самая штука как декантер для раскрытия вкусовых качеств и чем вино старше тем она нуждается в это меньше поэтому даже если вы начнете например искать декантер то вы найдете что очень много предлагается различных вариантов дизайнов но скажем так классический декантер я сейчас покажу у меня это графин старый советский графин то есть классический декантер это нечто похожее вот на эту штуку ну вот это такой скажем для средних вин если брать молодые то вот это вот штука нижняя она была бы гораздо шире раза в два и немножко расширяющийся горлышко все то есть фактически это то что мы вот с детства с светских времен вот такие были у нас графин то есть вот вот с таким большим широким но это для более молодых и это для таких как бы средненьких назовем их и вы можете найти я показан на примере бутылки у меня есть вот такая вот бутылку в которую я заливаю свое вино то есть вот такая вот форма декантера это форма для вин старых винтажей то есть для тех которые там имели много-много лет выдержки супер пупер вина вот вот для них такие декантеры если вы посмотрите у каких-то там супер пупер дорогих производителей то мы можете встретить грубо говоря за дурные деньги вот вот всего лишь вот такую штуку бутылка ну конечно дизайны могут быть разные невероятные там вот такие вот такие и различные там спиральки чтоб когда вино наливалась она тут же бежала по этой спиральки аэрировалась и происходили вот эти вот процессы дыхания вина у меня есть вот такая вот чудная штука я в самом конце остановлюсь еще на цене вот это вот штука объем полтора литра вообще нормальный декантер в районе литра полутора его объем чтобы туда нормально помещалась бутылка вина и как я уже сказала то то есть если вот декантер что что-то такое с более широким но мы представим что она была бы здесь плоским к тут как правило такое расширяющийся горлышко так покажу конкретно вот на этом примере да еще декантер хорош для красных и белые вина и не нужно столько кислорода и если их декансировать до заливать какие-то декантеры то это будет что-то близко вот к этому только для того чтобы избавиться от каких-то осадков если они там вообще есть и так обратили внимание что у этого двайса такая странная форма но форма на самом деле прикольно смотрите она стоит она никуда не падает и смотрите что еще можно здесь сделать запустим побольше вот собственно пошла аэрация вообще классная игрушка то есть как видите эта модель как я вам говорила да есть там спиральки спиральки в которых вино мы наливаем вот они по этим спиралькам бегут и аэрируется в этой все тоже классно можно вот так вот целый вечер сидеть и с этой самой игрушкой развлекаться но шучу конечно то есть здесь тоже все предназначено для того чтобы вот эти самые процессы аэрации усилить и ускорить но меняется ли вкус скажу так все зависит от того вина который вы туда налили если вспомнить видео которое я снимала по винным бокалам вообще когда-то я думала что бокалы вот это вот это все блажь и на самом деле ничего на вкус не влияет если вино имеет определенный вкус то она имеет определенный вкус но тогда когда я стала делать свое домашнее вино я заметила что вкус действительно меняется очень очень сильно и ароматы меняются и поэтому я использую всегда очень большие бокалы большие бокалы миллилитров 600 и больше они тоже дают определенный эффект декантра но только если здесь вот мы можем сделать это быстро то бокал хорошо чтобы он постоял минут 20-30 тогда вкус вина он он становится другим каким именно опять же зависит от того вина которое вы пьете если ну вот то что попробовала я например ну это это вино она еще молодой это вино урожая уже прошлого года у нас 2020 наступил но вино еще абсолютно молодой и когда она вот так вот поиграет в декантре его вкус вот чтобы правильно писать он становится просто мягче он становится нежнее появляются какие-то легкие нотки может быть цитрусовые хотя вот эта красная смесь здесь зилга симоне и русский ранний вот такая вот смесь при этом появляются такие очень легкие цитрусовые нотки может проявляться что-то еще вино живой организм и она подвержена я сейчас не буду вдаваться во все вот эти химические штуки то есть вине происходит очень много различных процессов и поэтому особенно вот такой вот молодой налив его сюда сегодня и налив даже может быть из той же бутылки через неделю вкус может несколько отличаться потому что живой организм на все время происходят какие-то процессы и вкус все время меняется и касательно вот этого самого домашнего живого вина и отвечая на вопрос нужна ли эта штука я бы сказала что да она нужна можно использовать бокал но бокал мы налили нам надо минут 20-30 подождать так быстро процессы не происходит то есть здесь происходит быстрее и если к вам например пришли гости вы хотите их поразить вот эта штука мало того что она красивая так она еще и и усовершенствует вкус вина но помню это хорошо для вин достаточно молодых то есть если вином несколько лет то тут надо смотреть а надо ли потому что я не могу сейчас сказать точную цифру с какого момента это надо делать какого не надо ну скажем так большинство домашних ему мы наверное будем употреблять первый год и в первый год вот эта штука она очень очень хорошая ну а теперь касательно цены опять же если поискать по интернет магазинам конечно производят вообще очень много кто до контр очень много производит очень много иностранных производителей тот же виллы и бог тот же тот же ригель то есть они все это делают но цены могут быть там просто невероятны и конечно за такие деньги покупать вот эту самую стеклянную штучку может быть и не стоит перед вот этим всем и даже перед приобретение вот этого вот этой штуки я изучила немножко скажем так рынок стоимости ну на том же aliexpress decanter стоит в районе 20 30 долларов причем друзья китайцы они молодцы они содрали форму чтобы не соврать я просто не помню это была цена белорусских рублях или в долларах 800 то есть либо это 800 долларов либо это 800 белорусских рублей значит 400 долларов вот такой вот упадковообразная форма decanter у китайцев китайская такая подделка стоит порядка по моему 25 или 30 долларов поэтому не обязательно гнаться за очень очень дорогим decanter можно найти что-то и подешевле но есть еще дешевле варианты конкретно вот эта вот штука белорусский производитель стеклозавод нема и цена его белорусских рублях 8 рублей 86 копеек это приблизительно четыре с половиной доллара то есть игрушка может себе позволить абсолютно каждому у них есть и и вот такой вот плана только более широкие то что хорошо для молодых венпом порядка 15 долларов но есть и подороже подороже конечно вы можете встретить наверное информацию что вот эти вот безумно дорогие decanter но они повторюсь то есть очень очень там дизайн такой вот своеобразный я думаю что то мы платим просто за дизайн ну может быть кто-то будет говорить что вот хрусталь вот он души что должно быть в хрустале на самом деле вот вот здесь давайте будем откровенными наверное сильно разница и стекло либо хрусталь мы в данном случае не почувствуем тут больше важно вот это вот форма аэрация ну все остальное то есть если у вас еще возникает вопрос нужен ли вам decanter для домашнего вина я бы все-таки сказала да но по стоимости он должен быть нормальный адекватный а не какой-то заоблачный но на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите с вами не задавайте вопросы а под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты и до новых встреч пока